Приветствую вас. Позвольте мне обратить внимание на несколько важных фишей, которые мне кажутся достойными того, чтобы их обсудить с вами, возможно, в дальнейшей индивидуальной работе. Значит, во-первых, то, что ваш парень относится к вам как будто вы его собственность и, в общем, контролирует вас, ревнует, никуда не отпускает и так далее. Это говорит о том, что мужчина не уверен в себе. Это мы говорим о том, что мужчине вы нужны для самоутверждения. Это говорит о том, что в некоторой степени мужчина от вас эмоционально зависит. Его эмоциональная зависимость от вас, она не связана с вами никаким образом. она началась за долгом до вас и, по большому счету, скорее всего, связана с его проблемами в семье. Ну, именно, вот, с его проблемами в семье. Именно с его проблемами. Вот, например, такими как недолюбленность, такие как потребность в безопасности, которые он реализует таким вот образом, ну, скажем, скажем так, довольно агрессивно, да? Вот, это первое. То есть мужчина ведет себя так и без того, что вы, что он в себе не уверен, и что ему нужна любовь, ему нужна безопасность. И именно это он пытается с вами повернуть. Вот. Значит, это первое. Второе. Вы по какой-то причине позволили ему с собой, да, с собой так обращаться? То есть почему-то, почему-то вы позволили ему относиться к себе снисходительно. То есть вы дали мужчине понять, что вы готовы к тому, чтобы он относился к вам именно так. И это вопрос вашей, например, самооценки, вашей, например, уверенности в себе, вашего принятия себя и так далее. Тут необходимо понять следующее. То, что мужчина так себя с вами ведет, это и ваша ответственность тоже. Почему-то вы позволили ему это сделать. Вопрос в том, почему, что заставило вас позволить ему так с вами обращаться. Чистое представление о женской модели поведения? Ну, не знаю. Если бы это было так, то вы бы, наверное, не переживали бы из-за того, что он ведет себя с вами таким образом. Значит, дело не в этом. Значит, здесь есть что-то еще. Какая-то еще ситуация, о которой вы, вероятно, не говорите. Я ее, конечно, не знаю, эта ситуация, но полагаю, что она есть. Либо страх, может быть, именно страх одиночества, может быть, еще какие-то моменты, которые вы здесь не раскрываете. Но, на мой взгляд, они тоже очень важны и имеют значения. Вот. То есть, что-то заставило вас в этой ситуации находиться. Что-то заставило вас позволить к себе такое обращение, такое отношение. Ну, и, наконец, последнее, это чувство вины. То есть, самое главное, да, чувство вины. Что вы вините себя за то, что хотите от него уйти? Но хотите вы от него уйти? Почему? Потому что вам не нравится, как он себя с вами ведет. Вам не нравится, что он делает. Вам не нравится, как он позиционирует себя по отношению к вам. Вам это все не нравится. Но что-то не дает вам принять решение. Во-первых, вы говорите, что вот он для меня делал много чего, он для меня старался, он мне помогал, был в трудной минуте и так далее. Как вы думаете, для чего он был с вами в трудную минуту? Как вы думаете, почему он был в трудную минуту? Если он делал это для вас, например, если он делал это именно для вас, то разве не должен мужчина быть нацеленным на, например, ваше счастье? По-моему, да. Если так, если он нацелен на ваше счастье, то разве мужчина будет в стыке воспринимать то, что вы предпочли от него уйти, например? ведь он хочет, чтобы вы были счастливы. Либо это не так, и он в действительности не хочет, чтобы вы были счастливы, а делал все это для того, чтобы привязать вас к себе. И вот на мой взгляд, на мой взгляд, это именно то, о чем вам стоит подумать. То есть, если мужчина вам помогал, то что, он получается вас не знаю, покупает, он вас что, купил своей помощью или что? а самое главное, что внутри вас заставляет испытывать вину? Какие представления об отношениях заставляют вас испытывать чувство вины? Вы считаете это нормально? Вы считаете нормально, что люди находятся, люди в отношениях из-за чувства вины для себя? вы считаете как? Это нормально? Мне почему-то кажется, что нет, это ненормально. А значит, если это ненормально, то что-то заставляет вас в них быть. И по опыту могу сказать, что это либо страхи, либо комплексы, то есть то, что и заставило вас воспринимать его отношения как нормальное. Либо это влияние родителей, влияние родительского сценария именно на ваше поведение, на вашу позицию, на вашу точку зрения и так далее. Либо недостаточно хорошо сформированное женское поведение. То есть вы не очень понимаете, какая вы женщина, не очень понимаете, какой мужчина вам нужен и так далее. Также вызывает некоторый вопрос, почему в 18 лет вы уже живете человеком и живете год, то есть 17 лет. Как складывались ваши отношения с родителями тогда, как они относятся вообще ко всей этой ситуации и так далее. То есть, на мой взгляд, это очень тоже такой важный момент. Если родители были от вас отстранены, отдалены, либо вообще не особо интересовались вами, то это волей-неволей скажется на самооценке на ваши, к сожалению, что и что объяснило бы подобно вашему модель поведения. Ну, то есть, вот именно модель поведения, согласно которой вы считаете, что это нормально общаться с вами, как будто вы собственные. На самом деле, это ненормально. Но, опять же, если не разобраться с вашим чувством вины, то я полагаю, что вы не будете счастливы и не сможете адекватно выстраивать отношения. Последний момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что вы говорите вот мне сейчас 18, скоро уже нужно будет строить семью и рожать детей. Откуда такая установка? Откуда? Почему скоро? А главное зачем? Вопрос, опять же, чего вы хотите в жизни? Для себя хотя бы? чего вы вынуждаетесь в жизни? Что для вас ценно, что для вас важно, что для вас актуально? Вот. Чему семья скоро-скоро должна быть чем это продиктовано? Вот пока что на эти вопросы я рекомендую вам подумать и по каждому из направлений, по каждому из моментов я рекомендую вам как следует поразмыслить. Вот. И соответственно рекомендую вам значит индивидуальную работу, потому что то, что вы описываете, да, принижение себя, неуверенность в себе и соответственно чувство вины это довольно серьезные триггеры. вот которые могут оказывать существенное влияние на всю вашу жизнь и если вы хотите чтобы этого не было то это необходимо убрать. Для этого требуется ваша индивидуальная работа с вами. Вот. Значит дальше дальше как сказать мужчине что вы таких отношений не хотите. Сказать нужно один раз твердо и после этого не принимать его прощений, его мольб, его умоляние вас вот этого всего принимать не нужно. То есть решили что-то идите по выбранному вами решению уже до конца до конца. Ну получается что мужчина знает сейчас что значит он знает что может делать все что угодно стоит ему приползти к вам на коленях кстати он знает что вы чувствуете себя виноватой вот стоит вам приползти на коленях к нему и все и вы тут же его простите и все будет как раньше это еще больше обесценивает вас в его глазах на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи 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 удачи